Здравствуйте, меня зовут Максим Ткачук 10 плюс лет в создании интерфейсов любой сложности и дизайн-менеджменте в разного типа компаниях На этом все, хватит Первая картинка, которую вы видите сегодня, это картинка с презентацией сайта Behance Пару лет назад они вывалили вот такую красивую картинку И оказывается, что наша страна является лидером в последние годы по количеству притока креативных мозгов Прямо на среде планеты, ничего себе Почему, когда такое количество дизайнеров становится больше, мы так и не получаем нужного роста качества Параллельно с ростом количества дизайнеров Тема сегодня достаточно, с одной стороны, свежая до сих пор С другой стороны, она читается уже четвертый год Кто видел эту презентацию, можно руки поднять? Класс! Каждый год новые, как с мотоциклистами Давайте теперь посмотрим чуть-чуть вперед За ближайшее время нас ждет достаточно радикальный сдвиг В наборе сфер, которые нам дадут пощупать Мы сможем засунуть в свои руки В достаточно новые для себя сферы В технические, социотехнические системы И это значит, что в ближайшее время у нас будет очень много возможностей все это испортить Да? Это краткая карта дизайна 20 века в лицах Смотреть надо слева направо, сверху вниз То есть по часовой стрелке Если быстро пробежаться, то начинаем мы с начала 20 века И это время, так называемой эпохи цвета и формы Когда дизайн использовался исключительно маркетологами в угоду продаж И на первой картинке изображен первый мультисциплинарный дизайнер Раймон Луис Великолепная цитата, о которой звучит Самая красивая кривая Это кривая растущих продаж Да? Вот После этого у нас есть справа сверху Дитер Рамс и начало эпохи минимализма После двух войн И мы затронем ее сегодня ближе 20 век, вторая половина знаменуется тем, что некоторые компании И самое главное, среди них Apple умудрилась нажать на педаль газа под названием дизайн И уехать настолько далеко от остальных, что остальные в недоумении глотают пыль в попытке понять, что же происходит Ну и сегодня же, если у нас не технологические продукты, если они не функциональны Чем дальше они от функции, тем мы как дизайнеры можем взять на себя ответственность Попытаться сделать этот продукт чем-то типа предмета искусства Придать ему ту функцию, которая заставляет нас хотеть жить Обладая этими предметами Если это первая половина, это вторая половина Это больше не функциональный дизайн, не минимализм Это больше функциональный дизайн и минимализм Почему? Почему минимализм? Почему без него нельзя было? Оказывается, что первая половина 20 века это достаточно серьезный отрезок времени, который был покрыт потрясениями У нас две мировые войны, великая депрессия в Америке И как следствие у нас достаточно серьезный уровень нищеты И, как мы дальше посмотрим, разрушенные производственные мощности Яркий пример того, в каком состоянии, например, находилась Германия после Второй мировой войны Все идет из искусства Я не являюсь специалистом искусства ни в коем случае Но это всего лишь одна из точек И мы сейчас проведем линию, и вы все увидите Искусство всегда идет впереди планеты всей Только потому, что у нее нет ограничений Оно берет любую попавшуюся технологию Доводит ее до экстрема И посмотреть, что на стыке получается, на разломе И если мы помним первую половину 20 века Все это приближалось к объективизации внутри картины Все приходило к каким-то геометрическим формам И венцом этого много художников Конкретно здесь я выделю Питом Андриана и Теофон Дузбурга Объединение Дистейл И Андриан считается в некотором смысле отцом минимализма Что они сказали? Они сказали, если мы уже приближаемся к геометрическому отображению объекта Давай доведем его до края Давай объекты все будут прямоугольные И все они будут цветные Объекты не должны пересекаться между собой Поэтому мы введем разделители И разделители будут нейтральные Белый, серый, черный Объекты цветные Красный, синий, желтый Если попытаться Все видели хоть раз такую картинку Которая пытается это описать Архитектура переняла это И в частности школа Баухаус Последний ее директор Людвиг Мисс Вандеро Является как бы отцом минимализма в архитектуре Считается Хотя опять же там целая плеяда И у них на входе был большой социальный запрос после войн У этих ребят была необходимость к тому Чтобы новый стиль Который они назвали модерном Был моментально распознаваем Примерно как готика Вы смотрите на готику У вас не возникает вопросов Готика ли это Вы сразу это понимаете Точно так же и здесь Вы должны смотреть на модерн И говорить модерн Ноль секунд У них появились так как Разрушенные производственные мощности После войн У нас первое что попадает под прицел Это заводы Производство оружия Все заводы были разрушены У нас появились новые технологии Которые мы могли бы взять И на основе их превратить наши задумки в жизнь Результатом этого стало Выбор из новых технологий Стекла и полированного металла И стекло должно было выступить Как у нас в предыдущих слайдах С картинами, объектами А полированный металл Тем минимальным структурным каркасом Теми разделителями Которые есть у Мандрианы И Дозбруга на картинах Если мы можем посмотреть Знакомьтесь с Людвигами с Вандерой Одно из его произведений Посмотрите пропорцию стекла на металл Посмотрите, оно четко повторяет Примерно то же самое Как объекты разделители у ребят С картиной Если мы пробуем спросить Ну окей, вот так оно пришло Вот так оно сейчас Что сейчас происходит с ним? То окажется, что оно влезло в нас По самой не горюй, как говорится То есть, если мы беремся И посмотрим на наших друзей На улицы На наши рабочие места На места людей За рубежом То очень-очень-очень много всего Маленьких объектов Которые мы наблюдаем Так или иначе подчиняются Законам минимализма В плане того, как их создавали Apple не единственная компания Как вы видите Этих компаний намного больше Просто Apple, наверное, самая популярная Программное обеспечение Кроме аппаратного обеспечения Также унаследовало эти атрибуты Архитектура никуда не делась Она просто положила это под ноги Начала размазывать стилем Мебель Музыка Появились стили типа IDM Все что угодно Серверы Часы Ручка 3D принтер Все что угодно Его много Оно вокруг Давайте попытаемся понять Что такое минимализм Если его попытаться разделить на две части Из чего он состоит И окажется, что Моторчик минимализма Это что-то, что можно назвать Функциональным дизайном Также у него есть такое понятие Как стиль Это нечто, как оберточка от конфет Нечто наносное Временное, проходящее Давайте сначала начнем с стиля Чтобы потом к нему не возвращаться И если мы посмотрим на стиль Стилевую составляющую То эти два парня слева Определенно И результатом работы Такого дизайнера в целом Будет что-то в виде вот этого Если говорить про функциональный дизайн То это парни справа И результатом работы таких парней Является что-то типа вот этого Задайте себе вопрос Каким дизайнером вы хотите больше быть? Функциональный дизайн Точно так же Идем на Википедию Открываем первый параграф И читаем Сногсшибательные новости Функциональный дизайн Это такой подход к дизайну Где вы должны Разрабатывать продукт Опираясь на то Как он будет использоваться Представляете? До этого непонятно Что было Опираться на что Непонятно Ладно Про функциональный дизайн Сложно говорить Повествовательным И можно нашинковать на термины И самое главное Будут первые два Вторые вспомогательные Первое Это функция Которая диктует форму Форма должна Описать функцию Вид объекта Должен Функция сквозь вид объекта Должна сочиться Вы берете шариковую ручку И начинаете ей писать Не потому что она Красиво задизайн Она сделана так Чтобы у вас не остается Вариантов Как ее взять в руку По-другому Объект приобрел Такую форму Что функция Сочится сквозь него Вы видите ее Функция Диктует форму Точно так же Да? Где? Форма диктует цвет Если вы взяли Закисточку Знаете Вам очень сложно Будет размотать Этот клубочек назад Цвет всегда Очень серьезный игрок И если вы что-то Где-то покрасили Назад будет Отмотать довольно сложно Особенно в интерфейсах Где распространение Цвета элементов Горизонтально Что-то одно поменяли По всей горизонтали Оно поменялось Табики где-то перекрасили Везде табики поменялись Кнопочки Кнопочки И так далее Примеры Функционального дизайна В чистом своем виде Ни единого лишнего элемента Цвет убран В угоду того Чтобы было видно Какой мусор туда поступает То есть форма Полностью Подчинилась Функции Целиком Или же Модульная мебель Вицоя Пожизненная франшиза Дитера Рамса 60-е годы Производства До сих пор Ни один дизайнер Не осмелился Бросить вызов И сказать Я сделаю Модульную мебель Лучше Полвека прошло Я достойен Обогнать Дитера Рамса Нет Ни один До сих пор Посмотрите Как красиво Как это напоминает Архитектуру Картины Посмотрите Цвет убран целиком Минимальный структурный Каркас Это все держит Почему цвет убран Что будет выступать Объектами здесь Молодцы Смотрите У вас получается Цвет Помните Когда Эпл вышел И сказал Вот вам 5 цветов В телефонах Представляете Что он пришел Через год Тим Кук И сказал Помните Это мой 5 цветов Забудьте Опять 2 черно-белых Хватит Нет Это очень сложно Цвет Очень сложно Отмотать назад И поэтому Когда Эпл выходит С цветом Они как бы Горят Ребята Мы назад Не вернемся Мы вам чехлов Напипячим Чтобы вы понимали Что мы назад Не вернемся Ну и в целом Хватит Дальнейшие вещи Тоже очень важны Но первые две Супер важны Очень многие дизайнеры Путают Удобство использования И простоту формы Вы должны Ставить Удобство использования Практически Всегда Прежде Простоты формы Чем функциональный Объект Тем Это становится Важнее Потому что Зачастую От вас Как дизайнеров Особенно В начале Ваших карьер Не сильно зависит Что вы будете делать На вас это опускают Как задание И не от вас зависит Дадут вам Вот это Или вот это Главное Чтобы башка Была на месте В целом Посмотрите На эту лопату Любой Кто много копает Скажет Что это Золотая лопата И так И так И если вы видите Там такой Есть болтик Вы можете Вот крутить И сдвинуть лопату Сделать ее Для левши И презентуется Она как Рабочий инструмент А не как Держак Покрашенный В глянцево Фиолетовый Какой-нибудь Да Свободное Пространство Это Это акцент Это количество Внимания Которое требует К себе Объект Вокруг Точка Не сильно Важна Это пространство Вокруг К нее Делает ее Важной Точно так Так же и здесь Белая точка Становится Более важным С ростом Черного Пространства Круг нее Сетка Про сетку Вы все Много знаете Я ничего не буду Про нее Рассказывать Покажу Две картинки Сайт Subtraction.com Автор Хо и вин Всем Очень рекомендую Две точки В пространстве Вы не можете Наладить диалог Если у вас Не будет Сетки Если у вас Не будет Шага Темпа Общения Как-то Эти точки Начинают Между собой Что-то Значить Если появляется Сетка Как это делать Это типа Все Существительное Где Сказуемое Где Глагол Как это Делать Звучит Прикольно И есть ряд Инструментов Главный Из них Называется Вычитание Вычитание Это чуть-чуть Отличное От того Как обычно Дизайнеры Решают Проблемы Вычитать Это значит Уменьшать Форму Пока Ваша Функция Продолжает Отрабатываться То есть Помните Функция Диктует Форму Форма Диктует Цвет Взяли В своем Дизайне Цвет Выключили К чертовой Матери Оставили Функцию Форму И То Что Все Набодяжили Вы На данный Момент Берете И начинаете Вот так Отрезать Пока Функция Продолжает Работать Это Нелинейный Процесс Этот Процесс Достаточно Сложный Иногда Надо Где-то Что-то Долепить Чтобы Побольше Тут Отрезать И Вы В финале Приходите Это Увлекательное Занятие Это Нелегкая Задача Давайте Пример Рассмотрим Какой-то Я сразу Оговорюсь Мы Не будем Здесь Пытаться Найти Идеальное Решение Поставленной Задачи Мы Будем Все Вместе На этом Конкретном Узком Примере Попытаться Вычитать Да И Пример У нас Будет С чем-то Простым Всем Знакомым И Это Двери Те Кто Был Пожалуйста Не Подсказывайте Слева Двери Которые Выходят На улицу Из Магазина И На них Как вы Видите Написано Пуш Что Значит Толкай Вы Толкайте Двери Выходите Из Магазина Справа Это Те Же Двери Входа В Магазин С Улицы И На них Написано Пул Что Горит Тяни Заходи Как Вы Видите Табличка Пуш Не И И И И И И Это Значит Продавщица Как-то Просила Охранника Чтобы Они Что Сделали Потому Что Дверю Постоянно Тянут На Себя Она Так Не Открывается Дизайнер Что Сделал Он Сделал То Лучшее Что Делает 95 Примерно Процентов Дизайнеров Он Оснастил Систему Дополнительными Элементами Которые В Финале Сделали Ее Лучше Плохое Решение Нет Не Очень Хорошая Система Стала Лучше Единственное Верное Самое Оптимальное Едва Ле Давайте Попробуем Все Вместе У нас Есть Четыре Объекта Ручки Ручки Надпись Надпись Я Попрошу Первое Что Приходит В голову Логичное Отсюда Убрать Смотрите Я Ничего Это Вы Да Еще Что Нибудь Ну Смотрите Оп И уже Спорно Но все Ж Да Почему Цвет Убирается Только Потому что Когда Вы Скосите Всю Форму До Функционального Минимума Когда Формы Будет Так Мало Что Она Тоненько Пишет Функцию Вы Увидите Где Существуют Главные Связующие Элементы Человека И Системы И Придадите Ей Большие Важности С помощью Того же Цвета В конце Не Вначале И Это Значит Вы Берете Красочку И Красите Ручечки Оставшиеся Больше Ни с чем Не Происходит Взаимодействие Как Вы Видите Вместо Добавления Одного Элемента Мы Вычли Два В целом Это Есть Вычитание Рекомендуем Давайте Пройдемся Закрепим Функция Диктует Форму Форма Диктует Цвет Не Наоборот Пожалуйста Да Удобство Использование Всегда Простота Формы По Возможности Если Вы Сделали Это Удобным И Сделали Это Простым Вы Молодцы Но Если Вы Сделали Это Просто Простым Возможно Нет Сделали Сделали Пространство Это Акцент Сетка Это Темп Отношение Между Объектами Как Это Делать Уменьшать Форму Пока Функция Отрабатывает Себя Это Нелинейный Процесс Помним Об Это Так Как Там Добавилось Минималист UI Интерфейс То Конечно Мы Не Говорили И Не Показывал Вам Картинки Минималист Интерфейс Мы Отдельно Поговорим Про Минимализм И Теперь Отдельно Поговорим Про UI Что Оказывается Что И С Этим У Нас Беда Что Кликается Скажите Мне Друзья Что Здесь Нажимает Вызов Лифта Вверх Что Да Нет Ответ Я не знаю Лично Я не знаю Лучший ответ Который я услышал Это слово Отис Я Не Удивился Да Вот Интерфейсы Их Множество Работаем Мы Только С этими По Большому Счету Если Попытаться Их Как То Так Сложить То Это Будет Интерфейсы К нам Пришли Из Не Цифрового Мира Да Мы Впервые Помним Как мы Нажимали Кнопочки Не На Экранах Поэтому Какие у нас Есть Главные Интерфейсы Это Директ Манипуляйшн Интерфейс Это Когда у вас Есть Объект И вы Этим Объектом Управляете С помощью Маленького Объектика Внутри Который По возможности Повторяет Поведение Большого Объекта Когда вы Управляете Например Руль В машину И руль Он Круглый Вы Крутите Направо Машина Идти Направо Прикольно Штурвал Яхта То же самое Потом С переходом И Принято Считать Что Windows 95 Windows 98 Это Такой Венец Перехода В графический Юзер Интерфейс С Переходом Это Мы Начали Называть Графический Юзер Интерфейс Гуин Но С Течением Времени Когда Мы Говорим Про Интерфейсы Буква Г Отпадает Мы По умолчанию Графический Интерфейс Начали Называть Интерфейс И Теперь Приходится Горить Только Не Цифровой И Тогда Человек Понимает Что Это Из Реальной Жизни И То С Чем Мы Живем Последние Десять Лет Это Интерфейсы Ближе Сосредоточены На Работу Внутри Браузера Связанная С Веб Дизайном Так Называем А Также Тач Из Интерфейс Это То Где Мы Своими Пальчиками Непосредственно По цифровым Объектам Через Стеклышко Кладся Так Как Оно Пришло К нам Из Реального Мира То Надо Понимать Что Интерфейс Самым Примитивным Представлением Это Место В котором Происходит Взаимоотношение Между Человеком И Машиной Да Принято Считать Что Мы Получили Развитие Windows 95 И Самое Главное Преимущество Графических Интерфейсов Над Предыдущим Поколением В том Что Нам Разрешается Врать Да Мы Можем Придумать Историю И Она Может Не Соответствовать Действительность Яркий Пример Корзина Как Явление Если Кто Помнит Постарше Панели Нортон Командера Синие И Там Такие Деревья Файлов Если Вы Нажмете 8 И Enter То Вы Удалите Файл Навсегда Ну То Вообще Навсегда Теперь У нас Есть Сущность Под Названием Корзина Которую Мы Притянули Из Реальной Жизни И Мы Можем Бросить Туда Что Но Потом Растереть И Вернуть К Себе Корзины Нет На Винчестере И Не Существует Мы Придумали Мы Врем Главное Врать В Пользу Не Во Вред Если Пытаться Понять Что Такой Интерфейс И Вычленить Какие-то Главные Атрибуты То Опять же Список Последовательный Именно Последовательный Выглядит Так Легкий Эффективный Приятный Даша Даша Ты Готова Значит Современные Дизайнеры Думают Что Только Приятный Ну То 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 По крайней Мере Всем Известные Сайты Кишат Именно Такими Примерами Примерно Вот так Думают Наши Дизайнеры Думают Что Это Является Результатом Их Работы И Так Далее Надо Понимать Что Они Немножко Обшибаются Приятный Это Не Все Там Мало Если Вы Делаете Только Приятные Дизайны То Вы Дизайнеры Страпонов Я Никому Лично Просто Задумайтесь Ну То То Есть Этого Мало Сюда Не Ходить Больше Никогда Это Вредит Не Вы Определяете Количество Удовольствия От Продукта Вовсе Вы Может Быть Чуть Чуть От Продукта К Продукту Немного Продукта У Юзера Блад Абсолютно Разное Состояние В Которых Он С Вашим Продуктом Взаимодействует Абсолютно Разное До Состояния Ненависти Не По Вашей Причине Самое Большое Удовольствие От Продукта Которое Вы Можете Дать Вашему Пользователю Это Когда Он Может Сделать Что То Еще Не Связанное С Вами Когда Он Может Делать В Своей Жизни Что То Еще Есть Исключение Как вы Понимаете Порой Порой Нефункциональные Приятные Вещи Имеют Право На Жизнь Только Потому Что Продукт Сам По Себе Такой Да Потому Что Это И Есть Там Так Надо 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 Понимать Что За Продукт Надо Понимать Где Можно Где Нельзя Давайте Поговорим О Парочке Вещей Декомпозиция По Русски Реверс Инжиниринг Это Легкое Упражнение Для Каждого Из Вас Чтобы В голову Положить Функциональность Чего Либо И После Этого Держать В голове И Дизайнить В голове 24 на 7 В любой Момент Все Что Вам Надо Сделать Давайте Поговорим Про Это Что Я Вам Сразу Это Реверс Инжиниринг То Летел Над Советским Союзом Американский Самолет Упал Летчика Кокнули А Самолет В Ангар И Разбирать Это Вкратце Что Такой Реверс Инжиниринг Попытка Выяснить Как Что Это Создан И Многие Могут Просто Сказать Зачем Но Давайте Попробуем Посмотреть Какие Нибудь Гипер Конкурентные Среды Где Это Происходит Ежедневно Яркий Пример Футбол Простите Я знаю Что Каждый раз Когда я Привожу В пример Футбол Примерно 5% Слушателей Совпадают Со мной В плане Понимания Материала Поэтому Я привнес Сюда Известные Футбольные Команды Известных Футбольных Мужчин Больше Вам Про Футбол В целом Знать Ничего Не Надо Если Б Мы Не Анализировали Собственных Конкурентов Темп Их Сильные Стороны В которые Лучше Не Стоит Бить Потому Что Мы Проиграем Их Слабые Стороны В которые Стоит Бить Потому Что Мы У Них Выиграем Мы Не Добились Такого Успеха И Эти Ребята Знают Больше Много Больше Нас Чем Давайте Посмотрим Анализ Чего Угодно Положение Человека На поле В единицу Времени В турнирной Таблице На 10 Матч При параллельно Идущей Лиге Чемпионов Сумасшедший Дом Одним Словом Как Кто Перемещался По игре Сравнительные Характеристики Как Они Выстраиваются В линию Как Они Держат Оборону Одним Словом Когда Вы Разматываете Назад Чей-то Продукт Вы Видите Скрытые Причины Почему Его Внешний Вид Такой Можно Увидеть И сказать Что Это Так Он Так Начал Расковыривать И оказалось Что Ну Да 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 Молодец Даже Часто Бывает Как Это Делается Берете Листик А3 Я Лепша Можете Поделить Его Справа Также Берете Ставите Туда Макет Берете И Выписываете Иерархически Всю Структуру Макета В собственном Виде Произвольном Так Чтобы Вы Его Поняли Всех Элементов Добавляете Синтексис Я вам Сейчас Расскажу Что Это Просто Собственные Помарки Свой Птичий Язык Если Хотите Собрали Три Сценарии Собрали Четыре Сценария Проект Все Взяли Декомпозировали Собственного Конкурента Положили Раз Или Собственную Функциональность Которую Собираетесь Дизайнить Положили В голову Выписав Рукой И она Теперь Здесь В башке И Теперь Сидя На Туалете Стоя За Мойкой Посуды Едя В метро Тан Тан Тарарар Тарар 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 Да Вы Все Помните Мешайте Ищите Как Это Будет Превращаться На цифре У каждого Свой Путь Что Такое Синтаксис Можете Посмотреть Это Ваш Птичий Язык Самим Собой Со Своей Команды Нет Универсального Подхода Надо Делать Как Вы Считаете Нужным Свой Вы Работаете Бумажное Прототипирование На ранних Стадиях В целом Делает Нас Ленивыми Если Мы Рисуем Страницу Результатов Поиска Там 20 Результатов Поиска Не Надо Рисовать Все 20 Нарисуйте 2 И напишите Х 20 Все Понятно Да Это И Синтаксис Для Удобства Вас И Вашей Команды Для Понимания Вашего Птичьего Языка Между Друг Друг Обучайте Себя Почти Никто Не Смог Снизу Вытащить Себя Вверх Почти Никто Все Останавливаются На Фразе Аутсорс Квартира Ипотека Нормы Интерекшн Дизайнера И Примерно Так И Живут Поэтому Остановитесь Там Где Вы Есть В Любой Точке И Зайдите Сверх Вучите Теорию Не Понимая Как Это Сюда Пришло Не Понимая Что С этим Происходит Вы Едва Ли Сможете Понять Что Будет Завтра Я Всегда Храню Этот Слайд Я Пока Пил Вы На Него Посмотрите Мы Очень Буквально Понимаем Фразу Научиться Ездить Без Рук Ну И Технические Несогласованности Пожалуйста Избегайте Их Только Потому Что У нас Есть Тренинг Кто Хочет Научиться Дизайн Приходите Книги Я Оставлю Это Последний Слайд Кто Хочет Фотографировать И На этом Все Спасибо Спасибо Тех Тех Решений В интерьере И Сейчас Это Постепенно Перебирается Еще И Диджитал Какие Твои Отношения И взгляды На Будущее Развитие В этом Направлении Как я уже говорил, я отнюдь не являюсь специалистом в искусстве и в вещах далеких от цифрового дизайна. Это правда. Поэтому мои мысли носят весьма такой сносочный характер. Баухаус, ну они первые договорялись до нуля. Точно так же, как говорит, ведь уже Малевич сделал квадрат. Ну да, точно так же и Баухаус. Они в свое время договорялись. Сейчас некоторые выговоривают в некоторых индустриях, которые сейчас более актуальны. Ничего удивительного. Я просто не понимаю, как лучше ответить на твой вопрос. Я не вижу продолжения этому. Я вижу это взятое за основу и потом, как архитектура сделала с минимализмом, размазыванием по любому стилю, в зависимости от контекста. Спасибо за вопрос. И так, есть ли еще вопросы? Да, есть вопросы. Здравствуйте. Спасибо за лекцию. Я хотел бы задать простой вопрос. Какой интерфейс ваш любимый? Которому вы меньше всего хотите придраться? Воздух. Спасибо за ответ. Хотела уточнить такой момент. Вы сказали, что дизайнер 24 на 7. Но бывают такие моменты, когда работаешь долго над проектом и хочешь немного отдохнуть, там, допустим, ночь, выходные, посмотреть на это свежим взглядом. И вот как вы к этому относитесь и как вообще вы работаете в этом плане? Когда существуют, типа, затыки, вы имеете в виду 20-чин? Да, да, да. Ну, мы обсуждали это на тренинге, мы называем грубо говоря, аха-моменты. Они действительно приходят в стандартном линейном потоке жизни за добрую цену. Это время, и время является одним из главных. То есть оно просто приходит с течением времени. Но как только это начинается не получаться, у нас начинаются насыпаться некоторые негативы, такие как наше окружение становится более токсичным. Из-за того, что мы не находим решения, мы начинаем так или иначе подспудно винить друг друга и себя в этом. Серьезные команды начинают иметь личные проблемы, проблемы со сном, фиксация на том, что они не смогли решить задачу на тупике. То есть они так или иначе, пытаясь выйти за рамки, все равно возвращаются в этот тупик, что сами себя циклят на этом. Как решать это? Персональные триггеры. У каждого они свои. Лично у меня это расширение знаний по предметной области, общение с коллегами, которые умнее меня. Наверное, радикальная смена обстановки на короткий период времени, например, сутки. То есть полностью, чтобы глаза увидели то, чего они не видели и им показал, ну, они офигели от количества новых картинок только потому, что они не наблюдают ничего, что было вчера. Ну, скажем так, переспать, да, и посмотреть на это свежим взглядом, и что-то лишнее убрать. И вот у меня следующий вопрос, да, вот когда вы говорите о простоте, и когда уже нет желания что-либо усовершенствовать, и понимаю, что интерфейс вроде идеальный, хороший. И я уже все убрал, все ок, и вот как вы к этому приходите, что все реально хорошо. И я уже не хочу отсюда ничего убирать. Все работает. На эту тему есть великолепная песня группы Кинг Кримсон. Называется она «Индисциплина». Человек описывает собственные проблемы примерно вот в вашей манере. Один из вариантов, это он говорит, я не мог, я специально оставлял объект на несколько дней, чтобы вообще не смотреть на него, чтобы потом вернуться и понять, нравится ли он мне до сих пор. И это стало как бы причиной его остановки над работой, потому что он вернулся, и ему действительно продолжило это нравиться, он не захотел ничего поменять. То есть терапия времени. Ну как вы считаете, это все-таки важно, оставить проект на время, а потом взглянуть заново на него? Важно. Но вы можете взять другой проект в это время и не гулять. Согласна. Хорошо. Добрый день. Спасибо за лекцию. Меня зовут Катя. Я хотела бы задать вам ваше мнение, услышать по поводу такого вопроса. Сейчас активно внедряются, развиваются нейронные сети. Не кажется ли вам, что в будущем разработка дизайна нейронными сетями, она будет намного дешевле, быстрее и качественнее, чем большинство сейчас? И что будут делать в этом случае дизайнеры? Они уйдут в свободное плавание типа а-ля художники или же... Ну вот, какие ваши мысли? Спасибо. То есть я знаю мало дисциплин, менее дискретных, чем дизайнеры. Дизайнеры вполне возможно очень сильно пододвинуться своими вертикальными обязанностями. То, что мы уже даже на данный момент наблюдаем с экспериментами внутри таких компаний, как Airbnb и так далее, говорит о том, что прогресс очень интенсивный, и мы не знаем, что случится. Можно слушать многих пророков, которые говорят, что дизайнеры умрут, но я не представляю смерть дизайна до смерти программирования. Программирование существенно более дискретная дисциплина. И, скорее всего, это будет морфинг специальности. Все станут дизайнерами, дизайнеры станут всеми. То есть это будет ярчайший пример мультидисциплинарности, о которой мы с нашими коллегами говорим уже несколько лет. Оно все приходит к этому. Мультидисциплинарность и, наверное, мало того, отсутствие точки, в которой ты больше не учишься. Учиться придется перманентно. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какое было для вас самое дорогое, неудачное дизайн-решение в вашей жизни? Дорогое, неудачное дизайн-решение в моей жизни? Я как-то очень неудачно один раз влюбился. И в некотором промежутке времени я рассматривал это как стартап. Это было неудачное дизайн-решение. Спасибо за лекцию. Мой опыт работы с дизайнерами говорит, что хорошие дизайнеры воспитывают в себе наблюдательность и немножко такое, я бы не сказал, негативное отношение к миру. Скорее они просто начинают видеть очень много их недостатков. И скажите, пожалуйста, а у вас есть вот вещь, которая вас бесит в этом мире? Я бы, если можно, ответил бы не прямо, а... Во-первых, правда, да, с ростом профессионализма, наверное, у любого специалиста появляется вокруг много раздражителей только потому, что он через это уже, скажем так, прошел, а кто-то проходит в данный момент. То, что называется в некотором смысле knowledge gap. Точно так же, как шахматисты, профессионалы, когда вы расставите любую партию перед ними, они видят только хорошие ходы. Они не утруждают себя ходами слабыми. Они смотрят на доску и видят только хорошие ходы. Хотя ходов плохих достаточно много, да? Как... И второе, это, наверное, я всем рекомендую, кто хочет, на ютюбе есть великолепное видео из Тед Кайст от Тона Нормана, в котором он поднимает вопрос несчастья дизайнера как индивида. И все это называется it's good to be unhappy. И он говорит о том, что есть люди, которые позитивные или негативные, и люди, которые довольные и недовольные. И можно перемешивать эти две пары, но он всем в финале своего доклада говорит примерно следующее. Я хочу, чтобы вы никогда не были довольными, но оставались позитивными. Чего и вам желаю. Вы вот сказали, не следует смотреть дриблы, беханцы, а где черпать вдохновение? А вы черпали там? Бывало, грешило. Сейчас. Техническая сторона — это статьи, репорты Нильса Нормангрупп. Менее техническая сторона — это гений мира сего на данный момент. А как их определить? Например, в футболе это Лионель Месси. Возьмите такого же в любой из индустрий. Или первый пятерку. Я просто, когда мне нечего делать, я сажусь и смотрю за работой гения в наших дней. Я пытаюсь понять, наблюдая за их физической работой и принятием решений здесь и сейчас, как работает этот мозг. Почему именно так? Почему здесь и сейчас, и что самое главное — успешно? Спасибо. Спасибо вам. Есть еще один вопрос, там прям рядом, поэтому не будем забирать микрофон. Спасибо за лекцию. Я хотел вернуться к вопросу про дверные ручки. Я не совсем понял, почему не отрезали самое лишнее. Это то, что дверь заставляет человека париться. Думать, куда тянуть, куда толкать, как лапать пальцами стекло, если ручки нет. Почему не отрезали вот это все и не сделали дверь автоматической? Пусть машина думает раздвигать-задвигать, открывать-закрывать, а человек не парится. Отличный вопрос, спасибо. Изначально перед заданием я упомянул, что мы не пытаемся найти здесь идеальное решение. Только потому, что пример был сделан для того, чтобы мы закрепили понимание того, что является вычитанием. Вы действительно дали хороший пример, их несколько таких, где решение находится, как бы срезав текущую проблему и поставив что-то еще выше, как решение. Абсолютно верно. Но, опять же, заданием конкретным здесь было просто показать на примерах добавление и вычитание разные подходы внутри дизайна. Добрый день, спасибо за отличную лекцию. Есть вот такой вопрос. Все помнят, как развивались интерфейсы мобильных операционных систем в последнее время. Помним, что в 2013 году все резко переключились на флэт-дизайн, убрали все лишнее, убрали градиенты, тени, даже кнопки лэпла. Но потом увидим, что все это потихонечку стало возвращаться обратно. Где-то тени, где-то цветные плашки, это сложные анимации, даже чуть градиенты. Скажите, а как вы думаете, это просто веяние моды или есть какой-то более глубинной причины для этого? Почему отказались от тотального минимализма? Первое. Веяние флэт-дизайна, заданное графическими дизайнерами, было по результатам тестов работы продуктов, мягко выражаясь, так себе. То есть это новое веяние под названием «Давайте уберем все, оставим чего-то жмейнику мало». Это не было подкреплено ничем. Интерфейс на выходе – это результат работы над длиннючей формулой. И у вас там вы делаете длинную-длинную формулу, и она потихонечку упрощается, упрощается, и в финале вы приходите к чему-то маленькому. Ну, например, возьмем PR квадрат, да, что-нибудь, вот там равно, и там пару-тройку символов. И для того, чтобы прийти к этому набору, вы должны размотать вот такой клубочек знаний. И обычно к вам где-то вот тут приходят с проблемой, и все равно разматываете, понимаете целую проблему, решаете и приходите к решению. Флэт-дизайн в свое время стал ужасным решением, только потому, что графический дизайнер сказал, так я так тоже умею PR квадрат, смотри, ну делить на три, а? Да? Два символа, какая-то геометрия, то же самое, да. Нет, ребята, это решить формулу, и тогда получится в конце результат. А попытаться fake it till you make it, да, унаследовать, что там же тоже мало элементов, давай я просто тоже каких-то набросаю мало элементов, и я тоже минималистичный дизайнер. Нет. И возвращаясь к вашему конкретному вопросу, на данный момент, например, по традиции тех же Нильс и Норман Групп, у нас существует понятие Flat 2.0. Это действительно некоторый возврат в контексте того, что UI-контролы, вещи, с которыми вы взаимодействуете, должны приобрести некоторую возвратную трехмерную форму, легкую тень или что-то подобное, потому что результаты тестирования показывают, что это наилучшая смесь. Вычищение интерфейса это прекрасно, но конкретные элементы, с которыми вы взаимодействуете, должны иметь некоторый все-таки возврат к реальности в виде трехмерности, чуть-чуть маленькой какой-то, отличной от просто гладкой поверхности. Это результаты тестов. Спасибо за вопрос. А есть еще? Есть вопрос вот здесь. Здравствуйте. Меня зовут Виктор. И у меня такой вопрос. Минималистический дизайн это больше индуктивный метод или все-таки дедуктивный? Там больше убирается или больше добавляется? Я не скажу, я не отвечу. Это и то, и другое. Вектор выбирания, но опять же, он нелинейный. Вы можете себе позволить добрать, если он поможет все равно в движении и к уменьшению. То есть иногда формула решается только тогда, когда вы привнесете в обе стороны какую-то новую перемену, чтобы ее потом сократить. Ничего страшного в этом нет. Главное, чтобы формула в конце стала маленькой и правильной, а не просто циферками.